Всем привет, друзья! Вы в кулинарном шоу «Дело вкуса» и у нас большие перемены. В нашем шоу наступил юрский период. Не-не-не, друзья, не переживайте, ни в коем случае мы не начнем готовить здесь динозавров, и вместо ножей у нас не будут каменные топоры. Продукты обычные, вот, смотрите, редисточка наша вкусная, кухня обычная, только персонажи поменялись. Главными героями программы станут Юрий Чернявский и Юрий Заяц. Погнали! Отсюда и период юрский. Главное, чтобы никто не вымер. Часто мужчины не умеют готовить, эти не исключения. Вот оливки это, наверное, да? Слушай, здесь должно быть написано, если ты умеешь читать по-испански. Поэтому экспертом программы выступит Светлана Солянкина. Вам говорю спасибо, а дальше чуть-чуть поколдую. Ребят, привет! Привет! У вас сегодня дебют, в общем, для начала, конечно же, с дебютом. Миссия ответственная – стать, естественно, первым. Как дела, как настроение? Нормально, это батл, да, я так понимаю? Да, да, Юр, это батл. Будет кулинарный батл. Кулинарный. Я думал, глаза в глаза, там посмотрели в боксе, нет. Кто умеет готовить? Сам понимаешь, что могу, что-то делал даже. Сварить макароны, пожарить яйца. А, ну это классика, классика жанра. День рождения уже. Ну, я как понял, Юра Зайц у нас чуть менее готов к сегодняшнему батлу. Я тебе хочу, чтобы ты… Нет, ты первый тянул, давай так, ты первый тяни. Давай, тяни, рецепт у нас вот какой. Ну, давай, который поближе, ты сам мне его выбрал. Ну, смотрим, картофельный салат с копченостями. Картофельный салат с копченостями достается Юре Зайцу. Греческий салат классический. Похож, смотри, ехал грека через реку. А я думаю, мне придется чистить картошку или нет? Слушай, на самом-то деле, похож на грека у нас Юрия Чернявский. В общем, ребят, смотрите, это небольшие шпаргалочки. Вот это вот, получается, греческий салат и картошка. Чтобы мы не перепутали. Продукты на столе, пошаговый рецепт в планшете. Вам удачи, больше не задерживаю. А будет вот этот вот? Будет, конечно, все будет. Погнали. Почему я сегодня выбрала салаты? Ну, во-первых, у парней дебют. И я подумала, ну, пусть они для начала что-нибудь порежут хотя бы, попробуют. Я думаю, у них получится салат с копченостями, греческий салат. По-моему, хороший выбор. Я думаю, что у них все получится. Юра, у тебя как с картошкой? Честить умеешь? Это твое блюдо. В армии служил. Я служил, но вареную не чистил там, знаешь, вот сырую. А вареную буду чистить руками. Так, горячий картофель очищаем и крупно нарезаем. Это, наверное, самая для меня сложная задача, потому что чистить картошку... Юра, у тебя там что? Ты мне не... Так, салат греческий. Так, так, так. Мы можем чистить. Юра заяц чистит картошку, а Юра членявский... Юра заяц сейчас так будет чистить картошку, что мы, наверное, часа два будем ждать, пока он почистит эту картошку. Слушайте, никогда не пробовал ножом чистить. Давайте попробую почистить ножом. Так, о, смотрите, ничего так получается, как молодую, когда кожица вот эта вот. Смотрите, учитесь, ребята. Я поэтапно буду вам рассказывать, какие условия нашего кулинарного шоу. Одно, я уже точно рассказал, что кто быстрее приготовит, тот и получит один балл. По поводу нашего компетентного жюри расскажу чуть позже, чтобы вам было интереснее, кто будет сегодня пробовать блюдо. Но есть, вот Юр, как ты сейчас столкнулся с проблемой, почистить картошку не можешь. У тебя, Юра заяц, и у тебя Юра Чернявский, есть прекрасная возможность воспользоваться помощью Светланы Солянкиной, нашего эксперта. Аплодисменты. Может быть, ты вот не можешь чистить картошку. Зови ее, она придет и поможет тебе почистить картошку. Может быть, это самое. Поэтому имейте в виду, друзья. Я пока попробую эту подсказку, эту помощь оставить на потом. У меня более-менее стала получаться чистка картошки, да, она немножко сдирается. Правильно, правильно, Юрик. Шеф появится в последний момент. Чокова сложнее блюда. Сложнее блюда? Я буду точно. Ну, это действительно видно, что тут смотри, какой набор, оно и вкуснее будет. Но Юрик быстрее справится. Посмотри, там два с половиной ингредиента, и то он еле успевает за мной. Своё первое блюдо помнишь? Смотря что ты подразумеваешь под словом первое, это сварить макароны и пожарить картошку? В этом плане? Ну, или более серьезное? Или есть что-то серьезнее? Ну, например, я помню, когда первый раз сварил суп. Суп. Да, мне тогда, ну тогда мне было 20. Дело было летом. Получилось так, что... На неделю? Папа остался на хозяйстве. Папа на промах старшего решил назначить тебя старшего. И он сказал, что ему надо, значит, заниматься там по дому, кое-какими там работами заниматься. Говорит, а твоя обязанность это, говорит, приготовь, говорит, супец сынок. Ай, пап, а я не умею. Ну, на что он сказал, как бы, знаешь, меня не интересует то, что ты не умеешь. Не, ну слушай, Юр, я извиняюсь, но вот ты, конечно, не стар, ты хорошо выглядишь, но учитывая, когда тебе было 20, тогда пошаговых рецептов не было. Не было. В интернет зайти нельзя было посмотреть, как приготовить суп. Что за суп был? Кстати, да, интернета не было. Я не помню, что это был за суп. Да ничего, у тебя и продуктов не было. Я помню, что мне только отец, там, говорит, вот, знаете, лук, кусок мяса, кусок картошки, говорит, делай. Итог. Я сделал. Для нашего рецепта, значит, как я понимаю, греческий салат. Вот Юра, вообще чернязкий, вообще красавчик. Он все так аккуратненько, все так по кусочечкам. То есть он нарезал, получается, что это нарезал? Перец, красный лук. Красивый, красный. Стихами заговорил. А парень здесь пюреху делает, на самом деле. А у него там салат, там, называется, копченый какой-то. И уже все исправят вот эти вот. Копчености и света солянки. Поэтому, друзья, не переключайтесь, скоро узнаем, кто все-таки победил сегодня. Так, бекон нарезаем полосками. Ну, такие они, как-то их размер не определить, так вот, на картинке. Я сейчас тебе помогать буду. Да? Кушать? Смотри сейчас. Так, тут написано по рецепту, что надо мякать. Ты знаешь, для меня главное не быстрее, чтобы просто потом люди получили удовольствие вот от этой еды. Ой, Юрка Чернявский, молодец. Пока заяц разговаривает, это делом занимается. Господа, кулинария, я думаю, вы прекрасно понимаете, что, да и вообще кухня, это целая наука, это целое решение задач, поэтому я предлагаю вам немного подрасслабиться, ни в коем случае не останавливаться. Есть, есть, все есть. Есть кулинарные задачки у меня. Кто больше всего ответов даст правильных, тому достанутся еще дополнительные баллы. Поэтому я предлагаю, если знаете правильный ответ, можно спокойно выкрикивать его, хотя здесь надо будет немножко подумать. Задачка номер один, господа, готовы? Да, слушаем, конечно. Отлично. Значит, дано Петров Иван Иванович, он бывший боксер. Петров Иван Иванович любит мясо, любит вкусно поесть, любит варенье, любит фрукты. Но один фрукт Петр, Петров, вернее, Иван Иванович, любит больше всего. Какой это фрукт? А он боксер, груша. Аплодисменты, понимаешь? Он успел подумать, он успел приподнять свою шпагу, понимаешь? И, направив ее на меня, дал правильный ответ. Действительно, эта груша с первой задачей справляется очень быстро. Отыгрываем фору, которую он дал. Далее двигаемся, далее. Жил-был абрикос, господа. Абрикос, да. Решил он перед летом немного подсушиться, но перестарался. Что из этого получилось? Курага, конечно же. Юра, 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 я занят. Будь пора здоровить. Вопрос номер три, вернее, задачка номер три, самая сложная. Прямо. Курица. Курица. Да, надо нам. Курица с коровой. Решили они приготовить поесть. Курица и корова. В принципе, может быть, где-то какая-то есть взаимосвязь. Как вы думаете? Что за блюдо? Омлет! Молодец! Вот эти твои легкие задачки. Курага да груша, понимаешь? А вот омлет... Это был досрочный ответ. Омлет, я дам досрочный ответ. Все, все, я просто растерялся. Надо быстрее отыгрывать. 2-1 по дополнительным баллам. Все, но выиграл, да? Эльдар, вот я сейчас дорезаю сосиски, и мне нужна будет помощь Светланы, потому что такие вещи у меня получатся. Мало того, что у меня крупная получилась картошка, так лук не хочу испортить. В общем, Юра, меньше слов, друзья, под ваши бурные аплодисменты. Встречайте, Светлана Солянкина, наш эксперт, который сейчас ровно за 30 секунд... Юр, 30 секунд будет, а ну... На 30 секунд? Я, кстати, тоже потом воспользуюсь. Помогут Юре и Юре. Нашим Юрком, Юром и Юром. Привет, Юры. Светлана. В общем, я... За 30 секунд вот надо как-то вот этот лук нарезать... Полукольцами? Полукольцами, да, вот точно. Так, господа, 30 секунд. 30 секунд. А, мне... Я должна уложиться? Ну да. Полукольцами. Сколько у тебя по рецепту? Половина, целая луковица? Сколько? По рецепту целая луковица. Угу. Смотри, видишь, вот так режешь пополам сначала луковицу. Я хоть вторую попробую. А затем вот так тонко, не толсто. Вот так один к одному кладешь эти слайсы. Вот они тебе полукольца. Красивые и ровненько. Понимаешь? Ага. Даже... Только рассказывал про маринованный лук, знаете? Знаю. Вкуснотища, да? Конечно. Вот именно фиолетовый. С фиолетового. Вот заговорил ты, Свет, Солянкин. Все, закончили. Мы прямо на этом месте. 30 секунд, Светлана. 30 секунд. Меньше надо было разговаривать, нужно больше делать. Так, Эльдар, а как позвать Свету? Во второй раз. Света, помоги. Да, то есть просто, да? Просто все очень. Света, Света. Бедный наш эксперт, Светлана, Соля, очень быстро. Я не очень умею готовить заправку. Я поняла, 30 секунд, нужна заправка. Поехали. Так, дави сюда, два зубчика. Полетели. Давить так давить. 30 секунд. Ты умеешь? Ты сомневался? Все. В его... Ой-ой-ой-ой. Ничего страшного. Так, чайная ложка, дижонская горчица. Вот она. Все, размазал буквально. Ничего, Юр. Это же импровизация. Красный винный уксус. Вот он. Одна столовая ложка. Ложка столовая, ты где? Мужики без женщины на кухне. Они абсолютно никто. Они умеют ни лук нарезать, ни масло определить. Поэтому, друзья, ни в коем случае не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Я знаю, что 30 секунд уже, в принципе, вышло. Но я так засмотрелся. Ну все, все, девочки. Девочки, мальчики, все. Волшебные руки Светланы не помогут твоему блюду выиграть этот батл. Все-таки по ингредиентам. Знаешь, как не нарежь тут. Крупный, не крупный. Но я исправляюсь. Светлана мне правильно подсказала, что надо все-таки измельчить вот этот мой набор продуктовый. Ну реально такими кусками. Маслица добавим. Маслица. Все, слушай, ты уже все там? Сейчас, подожди. 125 граммчиков. Ну потом будешь сидеть, читать газету, пока я буду доделывать. Ты знаешь, такие звездные имена мировой кулинарии, как Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Юрий Чернявский. Я читался перед передачкой. Не зря Юрий Чернявский сейчас вспомнил таких знаменитых кулинаров. Все потому, что у него его салатик сегодня готов. Салат греческий, друзья, под ваши бурные аплодисменты. Еще два перемешивания и все. И все-таки все. И заправка, и салатик весь готов. Такой вот он сказочно греческий. Кстати, выглядит аппетитно. А вот, кстати, у тебя ничего аппетитного здесь нет. У тебя вот пюре, вареная сосиска и лук. Сейчас все будет. Подожди. Подожди. Как говорил один футбольный человек, сейчас все будет. Ну вот сейчас все будет. В общем, вы, друзья, прекрасно поняли, что сегодня один дополнительный балл достается Юрию Чернявскому. Давайте. Понюхай. Что, уже сразу? А? Пускай в Греции сейчас нельзя, но я уже практически там побывал. Ты хоть запомнил, как приготовить этот салатик? Еще раз приготовишь для любимых? Да легко что тут готовить, собственно. Греческий салат. Огурцы разрежьте пополам. Удалите мякоть и нарежьте ломтиками. Перец нарежьте квадратиками. Помидоры черри разрежьте пополам. Лук нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты. На, заправочка, заправочка. Да что может там по заправочке? Оливковое масло, винный уксус, дижонская горчица, соль, перец, морская соль. Да все, наверное. А, вот чесночок и орегано, да. И помощь Светланы. Давайте мы еще раз поаплодируем Юрию Чернявскому. Он, мне кажется, в следующей программе у нас будет Юра Зайц и Юра Грек. Давайте поговорим по поводу нашего жюри, друзья. Сегодня оценивать наше блюдо будет. Евгений Масленников, аплодисменты. Приготовлено мужиком для мужиков. И Анета Шиповаленко, аплодисменты, друзья. Я люблю горячие, молодая горячая, сами понимаете. Они на спортике все время, им салаты по-любому понравятся. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня наши кулинары готовили салаты. У Юры Зайца был салат из копченостей. Аплодисменты, давайте ему поаплодируем. У Юрия Чернявского салат греческий. Наш эксперт Светлана Солянкина должна попробовать эти блюда и сказать, получилось, не получилось. И в правильном ли направлении двигаются наши мужики. Я уже вижу, что можно исправить для того, чтобы это было красиво. То есть новых ведущих, да? Да, но сначала... Спасибо, Эльдар. Но сначала я попробую. Но я еще не заправил. Вот пока не заправляй. Вот пока не заправляй. Можно я попробую вот сначала? Угу. Просто... Добавь воды. Нашинковали все. Здесь есть все компоненты для того, чтобы создать симфонию вкуса. Но не я создатель этой симфонии. Ты композитор. Все нормально. Помнишь свадьбу в Малиновке? Нажми на клавишу «Продай товар», композитор. У меня было проще. Так. Знаешь? Хорошо. Свет, мы сегодня Юрию Чернявскому дали прозвище «Грек». Имеем право? Да. Это шаг к победе. А у меня копченый? Юра копченый, да. Да, Юра копченый. Вам говорю спасибо. А дальше чуть-чуть поколдую. Я хочу привести картофельный салат с копченостями в такой более презентабельный вид для подачи. Для этого надо, конечно, все-таки его помельче нарезать. Это я сделаю на доске, поэтому я просила Юру не заправлять маслом. Было бы сложнее резать. А сейчас прямо вот будем из того, что есть. Ну да, это очень просто. Главное, в пюре это все не превратить. Юра, конечно, молодец. Он порезал по-мужски. Но есть такое правило. В салате все ингредиенты должны быть одинаковой величины. Потому что так удобнее есть. Такое правило. Теперь салат можно заправить. В данном салате растительное масло. И все перемешиваем. Вот это мой салат. Теперь точно победа за мной. Но это мы еще посмотрим. И добавим немного сванской соли. Причем ее не надо добавлять в процессе приготовления. А уже посыпать готовый салат. Вот так. Она будет хрустеть. И вызывать удивление у тех, кто ест. Греческий салат тоже пришлось измельчить. Потому что должно быть все-таки красиво. Вкусно, но и красиво. Домникация и так нормальная. Подавать можно в двух вариантах. Горкой или в пиале. Но в данном случае сделаем в пиале. Все-таки должны отличаться два конкурсанта. Тонкий греческий намек. Нам принесли первое блюдо. Это не помидоры и огурцы. А ты ожидала, да? Да. Огурец, помидорка и капка майонеза. Это салат. Такое, знаешь. Альтернатива помидорам и огурцам. Это не до оливье. Мне кажется, это готовил заяц. Извините. Как они сделали квадрат? Они поставили тетрадки? Ну, такое, знаете. Нет, я бы добавил всего какой-то соус. Женя, там нет майонеза. Даже не ищи. Ты понимаешь, это готовил мужчина. Взрослый, зрелый мужчина, который резал, старался. Что-то там квадратиками. Он резал, не старался, я вижу. Приготовлено мужиком для мужиков. Я даже чувствую оливки. Это, наверное, какой-то хорб. Да. Я чувствую, что здесь соли маловато. Ну, ты бы гостям поставила на стол такое? Если гости мужчины, то да. А котам? Да ладно. Коты бы такое не ели. Нет, они мне дороже, извините. Повар все равно молодец. Давай поставим ему оценки. Вкус до 10. В принципе, ну, мне не понравилась, если честно, колбаса. Я не знаю, что это за вкус такой. Мне показалось, я бы другую сюда что-нибудь добавила. Ну и плюс картошка в холодном виде. Я вообще как-то так. Я люблю горячее. Молодое, горячее, сами понимаете. Все. Ставлю... Юра, извини. Ставлю 8 баллов. Я поставлю 6. Так прям? Да. Юра, запомните его. Ну, ничего, ты выйдешь оттуда сейчас. Мы поговорим. Подача. Подача до 5. Ну, выглядит оно... Квадрат Малевича. Если представить, что ты в каком-нибудь кафе Дель Мар... Если представить, что это вкусно. Вкусно. Кафе Дель Мар, где-то там морской бриз, ветер играет с твоими волосами, и делал это повар с харизмой, то я ставлю 4. Я 3 поставлю. Не, оно здесь за подачу однозначно пятерочка. По-жёсткому. Дополнительный балл мне не за что ставить. Вот такой вот человек с вами работает. Абсолютно не за что. Опять салат. Опять салат. И помидоры, и огурцы. Вот они. Греческий салат. Ну, это попадание. Это вы попали анете в сердце. Так. Ну, так не честно. Давай будем просто есть и молчать. Теперь ты понял, с кем ты связался, дружище. Я не вижу какого-то, знаешь, суперингредиента. То есть, в принципе, я дома делаю точно такой же греческий салат или в какой-нибудь кафешке, ну, в гостях, да. Ну, может быть, тут есть какой-то секретный ингредиент снизу. Нет. Мне кажется, секретный ингредиент лука, это такой вот мужчины всегда его ставят. Зато много витаминов. То есть, можно дома приготовить такой салат, я бы сделал. Ничего сложного, кубиками всё нарезается. Мне не хватает здесь чуть-чуть помидор, потому что я их очень сильно люблю. Нас. Давай. Слишком много перца, брынза, ну, если уже пошла такая свадьба. Нет, кстати, брынза мне очень нравится. А мне, кстати, не очень нравится. Я люблю, чтобы она была прям солёная, потому что брынза такая, сочный помидор, и солёная брынза – это попадание в моё сердце. Да нормально там соли. Просто Женя заслуживает, потому что готовили не девушки, вот и всё. Поэтому он «то невкусно, это невкусно, это я сам и приготовил». Да. Интересно, если бы они знали, где чай и салат, оценки были бы другими? Определённо, мне кажется, да. Итак, ну давай, Анида, ты первая, по традиции. Так, я ставлю 8 баллов. Я ставлю 8 баллов. Я поставлю 7. Ну, чуть-чуть вот что-то не то. Он вкусный, сочный, он однозначно лучше. Я поставлю просто 7 баллов. Ну, мне понравилось. Ну что, мне кажется, юрский период удался. Главное, чтобы никто не вымер. Оцениваем подачу. Подача. Как это всё? Посмотри-ка, аккуратненько листочки выложили, посыпали кунжутом. Ну, так это всё миленько. Это какой-то крест. Поставили крест на салате. Я ставлю за подачу 4 балла. Слушай, нормально симпатичный у меня салатик, по-моему, тебе не кажется? Да. Какие яркие цвета. Красный, зелёный. Как итальянский флаг. У тебя яркие цвета, у меня яркий вкус. Ты посмотри, а ты просто парировал. Ты просто убил меня только что. Сразимся на горяченьком. Хорошо. Я тоже 4 поставлю. Мне понравилось, потому что оно хоть блестит, оно в пиалочке, оно посыпано кунжутом, оно интересно выглядит. Я, 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 я не буду ставить балл. Я тоже не буду ставить балл. Просто потому что здесь маленькие помидорки. Это не звучит на 8. Я буду ставить балл не тому, не тому, потому что нет хлеба. Тогда уже нет борща, мы хотим мяса, много брынзы и большие помидоры. Несите шашлык, что это? Хватит этих прелюдий, несите нормальную еду. Ну что ж, друзья, настало время подвести, как говорится, наши юрские кулинарные итоги. Давайте напомним, что мы сегодня готовили. Тема нашего батла были салаты. Юрий Заяц приготовил нам очень крупно нарезанный картофельный салат с копчёностями. Аплодисменты. Юрий Чернявский приготовил салат греческий и даже получил сегодня прозвище Грек. Ну, настало время, как говорится, подвести действительно итоги. Итоговые оценки, что решила наша компетентная, не побоюсь этого слова, и неподкупная жюри. 22-23 в пользу Юрия Грека. Друзья, аплодисменты. Юрий Грек у нас вырывается вперёд. Так решили наши эксперты, наши жюри. Был у нас также вопрос вектории, кулинарные задачки. И здесь 2-1 выиграл Юрий Заяц и его копчёный салат. 24-24! Ага, как вам? И всё решили наши телезрители. В инстаграме запулили мы замечательное голосование, что аппетит не выглядит. И здесь с большим обтрывом 72% на 28 побеждает Юрий Чернявский, он же Грек. Вот так вот сегодня побеждают салаты Юрия Чернявского. Готовьте эти 2 блюда дома, мужчины. Ни в коем случае не переживайте. Видите, как можно просто и со вкусом удивить свою даму в сердце. Всем пока! Увидимся на следующей неделе. Грек, ну я тебя поздравляю! Красавелла! Картофельный салат с копчёностями. Отваренный картофель очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Бекон нарежьте полосками, а колбасу и сосиски – кружочками. Лук нарежьте тонкими полукольцами. Оливки – колечками. Соедините все ингредиенты, перемешайте. Посолите, заправьте растительным маслом. Приятного аппетита! Греческий салат. Огурцы разрежьте пополам, удалите мякоть и нарежьте ломтиками. Перец нарежьте квадратиками. Помидоры черри разрежьте пополам, лук нарежьте полукольцами. Смешайте все ингредиенты в большой чаше. Для заправки соедините давленый чеснок, орегано, дижонскую горчицу, винный уксус, соль и перец. Влейте оливковое масло. Заправьте салат. Отдельно нарежьте брынзу кубиками, маслины колечками. Добавьте к салату, перемешайте все ингредиенты. Греческий салат готов! Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»!